приветствуем вас дорогие наши зрители на канале крипто комманс сегодня среда середина недели а значит мы для вас подготовили самые важные самые актуальные и горячие новости в очередном выпуске news блог крипто и так сегодня мы вам расскажем что ripple становится официальным поставщиком криптоуслуг в банковской сфере ирландии майкл сейлор в своем интервью блумберг тв рассказал что в 2024 биткойн ожидает бычий забег а одобрение spot bitcoin и т.ф. станет шоком для криптоиндустрии генеральный директор грейс кейл подтверждает ожидания майкла сейлора и считает что одобрение spot bitcoin и т.ф. привлечет в рынок 30 миллиардов долларов а еще аналитики считают что spot bitcoin и т.ф. станет для крипто бирж кровавой баней завершить наш выпуск анализ рынка от кевина свенсона оставайтесь с нами и так срочные новости центробанк ирландии регистрирует ripple как поставщика крипто услуг центральный банк ирландии себе включила ripple компанию стоящую за криптовалюты xrp список зарегистрированных поставщиков услуг и виртуальных активов и и спи благодаря этому ripple markets ирландское подразделение ripple сможет предоставлять определенные услуги по цифровым активом в ирландии в качестве и спи вопреки распространенному мнению ripple активно расширяется в различных юрисдикциях за пределами сша напомним что компания ripple самого начала своего образования активно добивается сотрудничества с самыми различными финансовыми учреждениями прежде всего в банковской сфере и заметным успехом ей это удается помимо прочего с технической точки зрения у xrp есть огромное преимущество перед другими цифровыми активами огромная пропускная способность по числу транзакций в секунду что на наш взгляд действительно может помочь этому активу стать глобальным финансовым партнером что даже очень вероятно может позитивно отразиться на стоимости токена xrp но любые инвестиционные решения вы принимаете на свой страх и риск и не забывайте не финансовый совет продолжает наш выпуск интервью генерального директора микростратежи майкла селлера в котором он отвечает на вопрос ведущий bloomberg тв кейли лейнс о том что может стать крупнейшим катализатором для биткоина и как на это повлияет одобрение спот биткойны тиф давайте послушаем очевидно что имеет место огромный ожидательский интерес и честно говоря в цену биткоина уже это во многом включено того что спот биткойн и тиф в итоге будут одобрены какие мы выведите новый катализатор для биткоина и как далеко вверх он может поднять цену биткоина честно говоря я думаю что нельзя недооценить важность биткойн споты тиф также не будет нелогичным предполагать что это возможно крупнейшие события на улл-стрит за 30 лет последний раз аналогичные последствия были после создания индекса s&p давший возможность инвестировать во все 500 топ компании индекса с помощью одного трейда так что все это ожидается с очень большим нетерпением но ведь большинство денег в сети биткойн в настоящий момент находится в руках ходлеров и традиционных крипто инвесторов инвесторы же мейнстрим и розничные и мейнстрим институциональные инвесторы пока не получили широкого и соответствующего законодательства канала для инвестирования в данный класс активов до одобрения тиф так что я думаю что в целом одобрение spot bitcoin и тиф станет очень крупным катализатором который определенно разовьет шоковый спрос за которым последует еще один шок в апреле из-за сокращения предложения ведь сейчас ежедневно доступно 900 биткоинов для продажи которые добывают майнеры а это количество будет сокращено до 450 биткоинов так что это довольно серьезное событие и куда это приведет биткоин в течение года выше есть насколько вероятно целая группа экономистов и аналитиков ежедневно осуществляющих моделирование спроса и предложения а также эластичности цены но я пока не думаю что мы с вами наблюдали рост от двух до 10 крат в росте спроса в комбинации уменьшение вдвое предложения ведущего к увеличению дефицитности такого желанного актива который хотят у себя держать люди поэтому я думаю что следует ожидать в 2024 крупнейшего бычьего забега для данного класса активов просто в данный момент сказать как далеко он пойдет невозможно что ж вполне понятно и довольно логичное высказывание единственное что хотим добавить от себя так это невозможность отрицания начинающийся и теф лихорадки конечно вероятность того что ничего не взлетит есть но все же если врата откроются и в рынок крипто потекут огромные активы то действительно как сказал майкл селлер это может вызвать шок индустрии но опять же решение об инвестировании вы принимаете сами не забывая что рынок крипто является высоко рисковым именно поэтому вознаграждение здесь высоки а ошибки очень болезненные продолжает наш выпуск невероятное заявление генерального директора gray scale майкла звонит шайна ожидающего приток капитала в рынок крипто в 30 триллионов после того как spot bitcoin и теф будут одобрены генеральный директор gray scale майкл зонин шайн недавно обсудил далеко идущие последствия потенциального одобрения в сша spot bitcoin и теф зонин шайн указал на значительный неиспользованный объем средств в сша в размере примерно в 30 триллионов долларов которые могут поступить на рынок крипто после такого одобрения он подчеркнул что запуск spot bitcoin и теф узаконит рынок и представит ему доступную инвестиционную возможность для более широкого круга инвесторов особенно для тех кто работает в консультационном секторе и для тех кто до сих пор не решался начать работу с биткоином он считает что одобрение spot bitcoin и теф облегчит вход этих инвесторов в мир криптовалют что потенциально приведет к значительному изменению рыночного ландшафта и не согласиться с майклом довольно сложно с одной стороны такие предположения являются исключительно спорной спекуляцией но с другой дискретность изменения доступности к этому рынку причем очень крупного капитала абсолютно в состоянии вызвать рыночный шок при этом такой силы что даже видавшие виды инвесторы снова полезут в рынок жадно покупать и продавать в общем готовьтесь пристегнуть ремни и активно беречь свою нервную систему движемся дальше аналитики полагают что одобрение spot bitcoin и теф станет для крипто бирж в кавычках кровавой баней отраслевые обозреватели полагают что spot bitcoin и теф может быть запущен в начале 2024 а в сочетании с предстоящим халвингом биткоина ожидаемом в апреле генеральный директор блокстрим адам бэкс считает что цена биткоина может вырасти до 100 тысяч долларов такие биткоин сторонники как генеральный директор джан 3 самсон моу говорят что одобрение spot bitcoin и теф сша может даже привести к росту биткоина до одного миллиона долларов в последующие цитата дни или недели но для централизованных крипто бирж по мнению президента и те в стороны это джерачи и и теф аналитика блумбер эрика балконоса прогноз не столь оптимистичен по мнению балконоса после одобрения spot bitcoin и теф создаст большую ценовую конкуренцию в криптоиндустрии где бирже приносит инвестором значительные доходы тратя огромные суммы денег на рекламу своих услуг на таких мероприятиях как супер кубок но наша здесь позиция остается неизменной здоровая конкуренция в рынке идет только на пользу если конкуренция будет продолжать расти адаптирование к этому рынка будет неизбежным а для таких пользователей как мы с вами это будет только на руку так что закупаемся попкорном закупаемся монетами и ждем января и завершает наш выпуск аналитика рынка от кевина свинца на но в этот раз кевин посмотрит немного дальше и сделает обзор ожидании в среднесрочной перспективе заглядывая на макро картину кевин твой выход всем привет если мы ребята посмотрим на s&p 500 и на цену биткоина то заметим что s&p 500 всегда пробивает исторический максимум перед биткоином почему так что ж биткоины крипто являются высоко рисковыми рынками это рисковые активы при этом самым высоким риском в категории рисковых активов таким образом спекулянтом необходимо получить уверенность для того чтобы начать спекулировать в исторический максимум а для этого им необходимо убедиться увидеть что фондовый рынок это уже сделал потому что в то время когда фондовые рынки пытаются пробить исторический максимум и у них получается это дает спекулянтом уверенность чтобы начать спекуляции поднимая в исторический максимум ведь фондовый рынок это сделал почему не можем и мы таким образом речь идет именно об уверенности если Если в 2016 S&P пробивает исторический максимум, то обычно в диапазоне от 4 до 8 месяцев исторический максимум преодолевает и биткоин. 2020 S&P начинает приближаться и пробивать исторический максимум, а через 4 месяца биткоин пробивает свой исторический максимум. В настоящий момент S&P примерно в 1,2% от исторического максимума, что дает нам примерно 4 месяца, что в точности ложится в момент халвинга в апреле. Ребята, все может сойтись, а S&P может быть пробьет свой максимум уже скоро. После чего биткоин пробьет свой исторический максимум. Таким образом, приближение и достижение S&P своего исторического максимума дает спекулянтам зеленый свет. В понимании того, что если фондовый рынок это делает, то почему мы не можем? В итоге мы начинаем наблюдать значительное количество бычьих спекуляций, после чего мы получаем с вами настоящие сильные тренды, вместе со всем этим оптимизмом и спросом к цене биткоина. И вот тогда и начинается забег к историческому максимуму. И как бы многие из нас не хотели бы признавать, S&P дает нам в какой-то степени сигналы и знаки для крипторынка, когда становится безопасно спекулировать к историческому максимуму. И это то, что сейчас происходит. Биткоин удерживает эти более высокие уровни, вероятно, из-за того, что S&P, похоже, собирается преодолеть исторический максимум. А ФРС уже готова начинать сокращать ставки, что сделает более дешевым займы денег, что позволит ликвидности с большей легкостью втекать в рынок. В этот момент мы с вами начинаем наблюдать большее количество пампов и больше спекуляций, что в большей степени двигает цену к бычьим движениям. Кевин, большое тебе спасибо. Очень интересная аналитика и позиция, особенно хорошо ложащаяся и соответствующая тем новостям, о которых мы только что рассказали. И это очень позитивно. Мы надеемся, что сегодняшняя подборка новостей вас обрадовала и вдохновила. А для нас самым большим вдохновением будет ваша радость от просмотренного, выраженная в виде лайка под видео, подписки на канал и вашим комментариям о том, как вам зашло. Заранее большое спасибо, обнимаем и до встречи в следующем выпуске.